Приветствую вас! Вот меня Александр Чичевич, я занимаюсь импортом шпиц техники бывших потреблений, а также различного технологического оборудования. Значит, сегодня у нас 26 ноября 2020 года, Житомирская область, Украина. Мы работаем недавно привезенным из Соединенных Штатов Америки кабелеугладчиком Кичевич РТ-95. Укладываем кабель, идем по полю и укладываем на всем любую глубину 90 сантиметров. Машина мощная, хорошая, идет как по маслу. Значит, идет наша РТ-шечка. Вот такая вот скорость. Укладки, поле. Ну, почва такая, супер. У нас по маршруту 1,8 километра. Правда, вначале там было немножко сложности вдоль дороги. Куча камней. Я поставил сюда маленький ножик, чтобы это все пойти на небольшую глубину. Его мы поломали. Ну, немножко, короче, было тяжело. Потом поставили этот нож, ну, с большим ножом без проблем. Вот так вот. Техника работает великолепно. Он уже месяц, как приехал в Соединенных Штатах Америки. Ну и позвонили ребята, что надо помочь им положить кабель. Я решил проверить, как эта машина работает. У кого есть предложение по сотрудничеству по укладке кабелей, обращайтесь. Есть также у нас прибор для поиска коммуникаций. Также эту машину можно переоборудовать нож, укладывать на метр двадцать. Ну, единственное, что надо будет работать несколько проходов. За проход, наверное, метр двадцать он не потянет. Хотя в таком грунте, я думаю, что потянет метр двадцать. Скорость, конечно, будет меньше. Так что так. Как идет, все остается у нас после нас. Это флагманская машина. Самая распространенная, самая топовая. Немножко нашел что-то. Короче, внизу на болото, вон стоит вода. Короче, ели, он пропался сюда. Просто капец. Думали, что уже нам тут жить долго. Ну, потихонечку, потихонечку пошел. Так что так, работа идет. И так, наша эстафета доходит практически до финиша. Значит, по грунту. Нас суп песок сменился на такой отцуглинок. Важное, злей. Короче, короче, вот так, остается нам еще метров 200 до столба. Техника ведет себя великолепно. Разок мы застряли в яме после дождей поле сырое. Ну и конечно же у нас лопнул шланг. Благо, что он состоял из двух частей. И, скажем так, маленькую часть мы открутили, которая лопнула с обратки гидромотора. Оттуда дошли. и напрямую поставили. Вот так вот. Ну, надеюсь, что уже до конца нашего до финиша, назовем это так, конец нежелателен. Все пройдет благополучно. Я, конечно, надеялся, что мы сегодня справимся намного быстрее. Возимся тут сколько? Ну, три часа. Вот это возимся с десяти часов. Пять часов. Ну, еще часик. Шесть часов. Ну, в принципе, в принципе, жить можно. Так что так вот. Такой вот процесс. укладки кабеля. Конечно, надо это такое, там, фотографии скинуть. То, все, посмотри, на машине проехал, с окна посмотрел, это чуть неправильно. Надо надевать сапоги и ходить по полю. на машину. Потому что с окна машины условия были идеальные. Мы начали работать в ямах. Куча воды, грязь, техника стрянет. хорошенько. Это уже нюансы. Так что так вот. ну что, финиш. Вот осталось последних 4 метра. с помощью от установки, которая удобно смещается на правую сторону, видите, можно близко подойти к подпоре. подключить вот эту, выдергнуть планку. Ставер! О, планку выдергнуть. Все, давай! Пошел. не, ИД планка. Обедняйся, Сань. Стой, 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 стой! Быстрее.